Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Надежды Ухотцева. Ночь в музее пройдет в Хабаровске 20 мая. Одной из площадок этой акции станет Дальневосточный художественный музей. Что ждет полуночных ценителей искусства, мы узнаем у моих гостей в студии Андрея Киселева, заместитель директора Дальневосточного художественного музея по научно-просвидетельской деятельности, и Ксения Маликова, художник-керамист. Добрый вам день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, просто художественный музей, он основатель этой традиции буквально в Хабаровске в 2007 году, правильно же, да? По собственной инициативе вы влились в эту акцию. Что тогда способствовало подобной традиции? Ну, понятное дело, новшество ввели, но вот почему вам стало интересно участвовать в этой акции, ее устраивать, развлекать людей, приглашить к себе, немножко не в урочное время? Я думаю, здесь просто было интересно попробовать какие-то новые формы работы, то есть, зная опыт, ну, так скажем, на тот момент еще популярный достаточно Запада, И в кино как раз вышла ночь в музее, да? Да, как раз хотелось посмотреть, насколько это будет работать на российском зрителе, на российском посетителе, то есть, какой будет тот клик, на что будут обращать внимание, то есть, это была такая, ну, больше аналитическая попытка, наверное. То есть, просто как попытка, могла она потом и не продолжиться, правильно? Просто, конечно, потому что все в музее, оно делается экспериментальным путем, потому что это такая научно-творческая среда, и всегда предшествует эксперимент к какому-то большому начинанию. То есть, когда этот эксперимент считается удачным, принят удачным, то практически зарождается традиция. Хорошо. Как вы оценили, возможно, и остальные музеи как раз подумали, почему бы не они первыми вдруг к этой акции присоединились? Что дало вам понять, что попытка, эксперимент удался, его стоит повторять? Востребованность площадок. То есть, не было, ну, вот насколько я знаю, не было такого, чтобы на каком-то этаже, на какой-то площадке пустовали люди, которые были задействованы, столы, которые были задействованы в мастер-классах. То есть, это вызвало определенный отклик. И более того, наверное, даже это вызвало чуть более массовый отклик, чем тот, к которому мы были бы готовы. И именно это показало, да, что все-таки эту традицию надо начать, и нужно ее развивать дальше. Ну, смотрите, когда стартовал Юрий Гагарин в космос, люди же не знали, что же там будет. Поэтому мы даже чрезмерно готовились к этому событию, и там было просто-напросто какие-то жуткие эксперименты на пределе человеческих возможностей. Как вы готовились тогда к первой вашей ночи в музее, и происходит ли у вас сейчас такой переизбыток, возможно, даже сил и какой-то мозговой деятельности, мозгового штурма? Вот как вы готовились тогда и сейчас? Есть ли какие-то параллели? Параллели, да, есть, я скажу. Дело в том, что вот что касается Гагарина, то он был первым из первых. Ну да. Если не считать животных, но животные вряд ли что-то могли бы рассказать человеческим языком. А в мировой практике мы первыми не были. Но нам поэтому и повезло, я считаю, что мы, изучив опыт и зарубежных коллег в том числе, пришли к выводу, может быть, где-то сделать площадки немножко иные, чем там, то есть где-то сделать больше экскурсий, меньше мастер-классов и так далее. Сравнивая предыдущие, вот последние ночи в музее, или, как сейчас, жиза такая есть, говорить, крайние ночи в музее. Не-не-не, давайте лучше последние ночи в музее. Это немножко не по-русски, по крайней. Вот, последние ночи в музее, то тут, я вот хочу на этом отдельно сосредоточиться. Дело в том, что действительно в последних ночах в музее мы были как площадка для людей, которых мы приглашали со стороны. И я не скажу, конечно, что мы были на вторых ролях, но мы уравновешивали баланс между музеем и приглашенными людьми, художниками, специалистами, которых мы приглашали к нам. Эта ночь в музее, она будет особенной, потому что, может быть, даже в какой-то степени это вот возвращение к той самой первой ночи в музее. Дело в том, что эту ночь в музее мы больше сосредоточимся на музейном собрании. То есть вот на моей памяти, это впервые за несколько лет такое мы проводим, что у нас будет больше экскурсий, у нас будет больше акцентов даже в мастер-классах приглашенных людей, с которыми мы отдельно работали, пытаясь их идею привязать к нашему музею. То есть наша задача в эту ночь в музее показать, что музей сам по себе – это большая площадка, которая может работать в тандеме с кем-то, и которая сам по себе, как единица, достаточно значим. И что мы не просто площадка, которая, ну, условно, отдает свои помещения на одну ночь приходящим к нам специалистам, а что мы и сами с усами, по большому счету, что нам есть чем гордиться. У нас будет достаточно много экскурсий в эту ночь по основным собраниям. Будет задействована полностью в экскурсии русские залы. Это Ивазовский как раз. Да, Ивазовский. Здесь дело даже еще в том, что и выставки, например, как театральная выставка, выставка «Морская месса», они тоже получат свой звездный час на этой ночь в музее, они просто будут служить декорациями. И это хорошо. То есть это вот то, что, наверное, в мировой практике изначально и пытались добиться музейные специалисты, делая ночь в музее для того, чтобы показать, что это нескучное пространство, куда ходят искусствоведы, чтобы набирать материал для кандидатских диссертаций. Магистрских тоже. И магистрских тоже, действительно. Это замечательное пространство, которое каждый может трактовать по-своему, и каждый приходить с какими-то своими целями. Но, в общем, это всё храм искусства. И для молодёжи, и для людей старшего поколения. Вы как раз одним из мастер-классов будет ваш, да, Ксения? Да, абсолютно верно. Где вы будете выставляться, и как это будет сочетаться с музейным пространством в том числе? Это он будет проходить в галерее на первом этаже, так что каждый посетитель сразу проходит ко мне на мастер-класс. Чем будет отличаться, да, я правильно поняла вопрос? Расскажите, как вы поняли, а потом я уточню, как, если мне вдруг будет какие-то... Чем будет отличаться? Наверное, я дополню Андрея по поводу того, чем будет отличаться эта ночь. Давайте, да. Как только закрываются двери ночи музеев, вот закрылись двери в том году, мы сразу начали готовиться к этой. Я не скажу, что... Дело в том, что у нас в музее собралась такая творческая команда, которая постоянно генерирует какие-то идеи и креативит. И мой мастер-класс как раз вот на одном из таких мозговых штурмов и родился. Это будет... Мы будем лепить тарелки. Тарелочки маленькие, возрастная. То есть это можно от пяти и... И больше. И больше, да. И мы будем определенными штампами набирать текст. На тарелки. На тарелки. То есть мы увековечим таким образом керамическое изделие. Еще дополню, что мы с Ксенией долго подбирали название. Да, да, да. Для этого мастер-класса как раз... Я, как всегда, вовремя пришел в фонды, когда там кипела своя работа. Но деваться было некуда, составлялась программа. И было такое предложение высказано, как «Летопись будущего». Да, абсолютно. То есть некий такой аксюморон здесь прозвучал. И отсюда пошла идея еще не так серьезно подходить к собственным мероприятиям, и, наверное, к себе. То есть с некой долей самоиронии. И родилась целая программа, где вместе с названиями площадок еще есть в скобочках такие определенные замечания, ироничные. И к тому, например, к Ксюшиному мастер-классу «Летопись будущего» в скобочках. Мы сами не знаем, как это возможно, но приходите, да? То есть что-то в урде этого. А вообще, в целом, действительно, по поводу творческой команды, даже со стороны люди, которые приходят к нам на эту ночь в музее, то есть сторонние специалисты, они сразу отмечают, что несколько другой настрой в музее совершенно по отношению даже с другими какими-то учреждениями культуры. Мы знаем, что у нас есть и Библия «Сумерки» в том числе, да? Понятно, что везде своя специфика. И это привело даже к тому в итоге, что в эту ночь в музее у нас будет интерактивный квест одной очень талантливой команды из Хабаровска, которая будет задействовать собственной разработке приложения для смартфонов. И через вот это приложение дополненной реальности оно будет оживлять картины в музейном собрании. То есть картина в раме, стоит посмотреть на нее только через экран смартфончика, она действительно оживет. То есть что-то новое покажет своему зрителю. И в каждой картине будет зашифровано определенное слово. То есть тот, кто пройдет квест от начала до конца, ну, не уйдет, так скажем, с пустыми руками из музея. Очень интересно. А много картин надо будет пройти по этому квесту? Там же маршрут какой-то, наверное, будет. В квесте будет зашифрована фраза одного очень известного художника. Поэтому, конечно, для того, чтобы не испортить удовольствие от прохождения квеста, мы не стали слишком брать большие сентенции. Ну, будет и интересно, и в меру сложно. А может быть мы тем зрителям, которые у нас сейчас смотрят, чтобы они поняли, закончена фраза, не закончена фраза. Закончена фраза. Нет, я понимаю, да. Но может быть им стоит изучить творчество и высказывание какого-то определенного художника? Может быть мы им подскажем заранее? Ну, я думаю, что, может быть, не стоит портить. Хорошо, это будет секрет. Это будет секрет. Я скажу так, что выставка этого художника не так давно закончилась в нашем музее. Это был проект с нашими партнерами, арт-центром из Санкт-Петербурга. Это человек, который по-другому взглянул на такой предмет, как курительная трубка. Интересно. Уже как раз можно и где-то поискать информацию. У меня здесь есть некоторые выписки. Ну, во-первых, очень интересно звучит у вас экскурсия. Редкие полотна Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Как это будет выглядеть? Вы будете Шерлок Холмс или Мариарти? Да, я буду Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, да? Очень интересно. И что это будет? Как приходить туда? Стоит ли быть в чем-то повинным? Либо жаловаться вам нужно на того? Ну, если мы вспоминаем детективы. Я не знаю, может быть... Я надеюсь, что экскурсия пройдет так, что даже жалоб не появится. Что я хочу сказать? Эта экскурсия, она даже больше одушена для меня. То есть, потому что здесь можно немножко подурачиться и сменить серьезный тон на что-то более близкое к сердцу. Любовь к персонажу Мартура Конандуэля для меня практически прошла через все детство и юность. Изумительная экранизация. Абсолютно изумительная советская экранизация, на которую мы равнялись, насколько это в наших силах. И хорошо, что и среди сотрудников тоже это нашло отклик, с которыми мы вместе делаем эту площадку. Но на что действительно стоит обратить внимание, так это на то, что специально для этой экскурсии фонды приготовят полотна, которые в постоянном собрании не выставляются обычно. Редчайшие, то есть? Да, то есть это будет возможность, вот этот час до конца ночи в музее. То есть, понятно, сначала они не будут стоять, чтобы никто не мешал, потом мы их поставим, и до конца уже можно будет до 10 часов на них любоваться, потом мы обратно их уберем. То есть это не столько наша блажь, сколько... Как я понимаю, сложность с площадями. Сложность с выставочными площадями, да. И постоянную экспозицию достаточно сложно поменять, потому что это уже сформированная концепция, которая работает и на методистов, которые ведут экскурсии, да, и на тех, кто изучает историю искусств, приходя в музей. Это определенная логика, поэтому вот так ее на 5 секунд не поменяешь. А здесь появляется возможность чуть-чуть ее дополнить на короткий срок и увидеть то, что действительно уже очень долгое время из фондов не доставалось. Вы сейчас сказали, ну я, во-первых, сказала людям, что они полуношные ценители искусства, и кто-то придет, возможно, придет к полночи, но уже известно, что заканчивается в 10, да, все-таки? А во сколько же начало? В 18. В 18 часов. А вот в этот период заканчивается рабочий день, и будьте любезны, да, открываются двери для тех, кто ценит искусство. Да, у тех, кто все-таки действительно в субботу рабочий день, у тех будет возможность без ущерба для рабочего времени все-таки посетить ночь музеев. А в принципе, я хочу сказать, что это очень удачное время, на наш взгляд, то есть это уже вторая половина мая, будет достаточно тепло, красиво, да. То есть это вот такое время первого цветения, и... Как раз рядом будут цвести набережная, очень красиво сочетается. Главное будут цвести сердца, в том числе сердца сотрудников музея, и мы все с нетерпением ждем наших гостей. Смотри, я бы хотела, у меня прямо сейчас шквал вопрос внутри, тогда почему 20 мая? Дело в том, что мы обычно равняемся на ближайший выходной ко дню музеев, то есть так как календарно это не выходной праздник, и, конечно, делая ночь музеев в будний день, мы рискуем потерять, в общем-то, своего гостя. Да, потому что людям завтра на работу. Завтра на работу, а суббота – это всегда понимание того, что завтра есть еще выходной, можно поспать. Ну, если вдруг чего, люди могут начинать готовиться как раз с 18-го числа, читать книжки, методички, искать как раз на сайте. Можно у вас тут, мы с вами сказали, я просто обожаю 20-е числа мая, в Хабаровске все цветет, приятно пахнет, и просто в 90-е, когда закончилось, вдруг отключались пассажирский транспорт, перестал ходить, 3 дня, я помню, во-первых, изумительно освежился воздух, и потом пахло очень вкусно, аромат простирается по городу, это прям у меня просто мечта повторить, ну, пусть все ходят, пусть все ездят, но вот как-то вот, чтобы почувствовался этот аромат. Вот, и как раз в музейном дворике пройдет подвижная игра для детей «Эх, путь, дорожка фронтовая», то есть вы будете задействовать не только сам музей, но и площадки рядом. Это тоже вот за последние ночи музеев впервые мы делаем, то есть это не первая практика такая, но вот мы попробуем задействовать за последний период, во всяком случае, после ковидной точно, еще и пространство рядом с музеем, для того, чтобы все-таки действительно люди могли провести этот вечер не только в стенах, хоть там достаточно красиво, есть на что посмотреть, но для тех, кто захочет выйти подышать свежим воздухом, тоже будет определенная альтернатива. Но тем более, что народу будет много. Да, народу будет много, мы ждем, да, много гостей этого 20-го числа, и площадки на свежем воздухе, они будут с таким патриотическим акцентом. Ну, потому что 9 мая все-таки будет в этот месяц. Не отметить это невозможно, вот 78-я годовщина как раз, мы ее отметили этого 9-го числа, большое спасибо как раз вот тем людям, с которыми мы сотрудничаем, часто по вопросам патриотики, патриотического воспитания, они как раз будут нам помогать на этих площадках. И кроме вот этой подвижной игры будет еще, так скажем, мини-выставка ретроавтомобилей. Можно покататься или сфотографироваться? Можно залезть, пофотографироваться. Это будет все то, что... Побибикать дадут? Все так любят, да. Хорошо, ладно, отведем душ. И можно тут у вас еще, просто любовь всей моей жизни, надеюсь, у вас тут будет моя любимая художница, арт-гостиная «Женщина-художники и художница, изменившая мир искусства». Чьи картины там будут? Серебрякова будет? Я думаю, что... Вот пока что нет точно у меня информации об этой площадке. Ну, если вдруг чего. Дело в том, что, как бы это сказать правильно, концепция составляется быстро, но наполнение под нее подбирается достаточно долго. То есть, и даже в последний момент какой-то акцент может поменяться. То есть, то, что будет Серебрякова, в этом я даже не сомневаюсь. И я думаю, что начнется все даже с афонизбы. Знаменитая художница, так скажем, Средневековья, которая знаменита Западной Европой, художница, знаменита своими детскими портретами с таким своеобразным стилем лица. То есть, еще не совсем, мы знаем, да, это, по-моему, XVI век, если мне не изменяет память, не всегда была точно соблюдена перспектива. То есть, анфас, профиль, три четверти, да, она вот была первая из женщин-художниц, кто вот сетовал за натурализм в искусстве уже в то время, преодолевая вот эти, так скажем, церковные догматы и условности. Поэтому, конечно, я думаю, мы начнем с нее и обязательно дойдем и до художников, до художниц нашего Серебряного века в том числе, и даже, думаю, XXI тоже. Очень интересно. Ну и дальше, у меня просто сердце мое воспаловало к вам еще больше любовью. У вас будет лекция «Душа Марка Шагала», у меня прямо есть пара любимых картин. Где это будет, как это будет? Ну, я пользуюсь служебным положением, поэтому мне можно. Это будет на третьем этаже, непосредственно на выставке Марка Шагала. Это удивительный вообще, в принципе, опыт, опять-таки, благодаря нашим друзьям из арт-центра Санкт-Петербурга. И мы можем показать сразу его серию работ, которая создавалась на протяжении нескольких десятилетий, даже две серии. Это видражи, библейские мотивы. Камила, это как раз мое любимое. Да, это то, что показывает его как замечательного колориста. То есть кроме того, что вот он был художником, ну, как сейчас принято называть, наивного искусства, хотя, условно говоря, да, понятно, что не настолько уж и наивного. Попробуйте повторить. Но будет возможность практически вот совершить это путешествие в те моменты, когда только эта серия начиналась. И лекция отразит, конечно, его духовное притязание в искусстве. А скажите, пожалуйста, вот уже режиссёр напоминает про время мне, а скажите, пожалуйста, вот последний вопрос. Почему так сейчас важно или вообще в принципе важно именно идти и смотреть картины и вообще интересоваться искусством? Ну, как будто бы можно в этот вечер провести каким-то другим образом. Есть у вас ответ? Да, если можно. Мне кажется, вот я говорю со своими знакомыми или друзьями, говорят, время такое. Время сложное. А не всегда сложное. Да, да, да. А мне кажется, именно вот сейчас, вот когда мы смотрим новости, иногда не хочется их слышать, да, и иногда там, ну, мы сами понимаем, о чём. Вот именно сейчас то время, когда нужно ходить в музеи. Мне кажется, именно сейчас нужно переключаться и именно вот от новостей, которые мы видим, да, политических в том числе, вот, и наполняться, и мы можем именно в музее найти ответы на многие вопросы. И вот когда говоришь с нашими посетителями, они говорят, господи, спасибо, что вы такие есть, и спасибо, что вы привозите такие выставки, потому что люди готовы и хотят отдыхать. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Да, и вы знаете, много приходят с детьми. Это очень радует, когда приходит или бабушка, или папа. Я, кстати, сейчас новая тенденция, папа приходит с детками. Очень приятно. Да, и они сначала проходят по залам, потом приглашают экскурсовода, и это очень интересно. А у вас какое мнение, по чему необходимо прийти на ночь в музей? Я вот здесь хотел бы продолжить мысль Ксении. Дело в том, что вот ту форму редких полотен, которые мы проводим, экскурсию, это мы начали совместно с одной из хабаровских детских школ искусств, которые очень положительно отозвались на эту инициативу и поддержали эту форму еще и музыкой. То есть, и вот эта экскурсия, в том числе, она будет еще необычна тем, что она будет сопровождаться музыкой Дашкевича из советского Шерлока Холмса. И я помню прекрасно случай, когда мы проводили одну из таких экскурсий в музее, просто выходной день, и пришла одна женщина, она уже достаточно пожилого возраста, с внучкой. Причем, если мне не изменяет память, внучка была вот из категории, и, как мы говорим, людей с безграничными возможностями. И когда экскурсия закончилась, бабушка сказала следующее, что такое впечатление, как будто бы у меня продолжилась экскурсия по Эрмитажу. То есть, они, я так понял, что ездили туда, ну, может быть, на какой-то курс рекреации, как это обычно бывает, да, и посетили вот как раз Эрмитаж. И вот буквально из самолета приземлились, сколько-то там, совсем небольшой срок прошел, пришли в наш музей. И мы ничем абсолютно не подкачали по качеству, и сделали удивительную экскурсию музыкально-художественную, которую никто не ждал увидеть. И я думаю, что причина именно этой ночи, и в принципе, это то, что мы не просто даем людям возможность посмотреть что-то, а мы сами стараемся и прикладываем все усилия для того, чтобы выступить проводниками в этот мир искусства. И мы не столько даже хотим, чтобы узнали наше собрание, хотя мы очень этого хотим, мы хотим, чтобы узнали нас самих, потому что главное произведение искусства – это человек. Ну, надо сказать, что у Ницше была своя идея, что искусство – это способ приспособиться к жизни, поэтому необходимо идти в музей, на ночь в музее, чтобы как раз приспособиться к нынешней обстановке в том числе. У нас в гостях были Андрей Киселев, заместитель директора Дальневосточного художественного музея по научно-просетительской деятельности, и Ксения Маликова, художник-керамист. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.ру. Я надеюсь, что выходцы попрощаются с вами. До новых встреч. Встретимся в музее. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok